Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Сегодня у меня в обзоре очень интересный для меня смартфон Для меня в первую очередь, потому что я такие смартфоны обожаю Модель называется THL 4400 Вот такой вот смартфон Это новинка от компании THL Четырехъядерный процессор с огромным аккумулятором И очень интересными техническими характеристиками Этот смартфон, такое небольшое предисловие Я ждал очень сильно, объясню почему Потому что я обожаю смартфоны с большим аккумулятором Найти хороший экран, найти хорошую камеру сейчас не составляет проблем Каждый второй-третий смартфон имеет такие хорошие характеристики Однако найти действительно долгоиграющий смартфон Такой, как, например, был Lenovo P780 И который, в принципе, есть здесь и сейчас Таких смартфонов мало И вот для меня было очень интересно Сравнение вот этих вот двух смартфонов Я знаю, что из себя представляет Lenovo P780 Но я не знаю, что такое THL 4400, точнее, не знал Теперь знаю, об этом сейчас и вам тоже расскажу Начнем с того, что у THL шикарнейший комплект Во-первых, конечно же, это зарядка Это USB кабель, это стандарт Но есть вот такой вот оригинальный бампер Силиконовый А также есть вот такая вот оригинальная чехол-книжка Которая одевается как бамперная основа у нее И есть классная функция Сейчас покажу вам Вот, когда закрываем, мы видим время То есть вот такая вот чехол-книжка Каждый выберет для себя то, что нужно ему Кому-то нравятся чехлы книжки Кому-то удобно ходить с силиконовым бампером Поэтому тут выбирать только лишь вам Далее стандартно пленка Пленка на экране и пленка дополнительная в комплекте Гарнитура И OTG кабель вот в таком вот виде То есть тоже все очень удобно Гарнитура у нас вакуумная Смартфон мне по дизайну очень нравится Выполнен он из хороших добротных материалов Давайте разберемся, что у нас спереди Спереди у нас есть фронтальная камера Есть динамик разговорный Есть датчик приближения, датчик освещения Индикатор пропущенных звонков Снизу три сенсорных кнопки Меню домой-назад Эти три кнопки, они подсвечиваются Давайте вам это продемонстрирую Ну, видно, да С этой грани кнопка включения-выключения Сверху разъем под наушники И под зарядку microUSB Для подключения к компьютеру Качелька громкости с этой грани Снизу у нас микрофон И больше, в принципе, ничего нет Задняя крышка имеет такую структурированную поверхность Логотип THL такой переливающийся Восьми мегапиксельная основная камера Есть вспышка, вспышка хорошего уровня Вот такой вот дизайн Мне очень нравится дизайн По поводу аккумулятора Аккумулятор здесь Это достоинство однозначно этой модели Он выполнен в таком же форм-факторе, скажем так Как и Lenovo P780 То есть аккумулятор здесь несъемный Вы видите, что аккумулятор здесь на 4 400 мАч Это сумасшедший показатель Это даже больше По данным от производителя, чем у Lenovo P780 Также две стандартных симки большого размера И слот под карточку microSD Основной динамик По сборке, по корпусу нареканий никаких нет Мне очень нравится эта модель В принципе, Lenovo P780 мне тоже нравился И эта модель тоже импонирует Работает смартфон с хорошим процессором MTK6582 Хороший он в том плане, что он лучше, чем MTK6589 На котором был построен Lenovo P780 Чем он лучше? Лучше тем, что графический ускоритель Mali 400 он лучше Ну и сама частота этого процессора 1.3 ГГц Разрешение экрана HD MTK6582 Основная камера задняя на 12.6 Это интерполяция Гиг оперативной памяти 4 встроенной Слот под карточку памяти у меня занят на 16 ГБ 1.3 частота Фронтальная камера на 8 Мп Но это тоже интерполяция Идем дальше Какие датчики есть в этом смартфоне? Датчики есть все, самые основные Эта модель поддерживает работу OTG То есть можно подключить кабель OTG Флешку, мышку, клавиатуру Есть гироскоп, есть хорошая вспышка Датчик приближения, датчик освещения Само собой компас, GPS, Bluetooth, Wi-Fi Здесь все стандартно Ну и мультитач Давайте посмотрим сколько здесь точек касаний Здесь их больше чем Здесь 10 точек касаний Это в принципе хорошо По поводу прошивки Обращаю ваше внимание вот на что Прошивка здесь стоит с завода В принципе хорошая, нормальная, рабочая У меня прошивка сейчас обновлена 2014 06 06 Обновлялся я через Wi-Fi Здесь эта функция работает Беспроводные подключения И можно обновлять Обновил я прошивку Единственное что заметил разницу Что через Play Market у меня приложения Начали скачиваться нормально С нормальной скоростью До этого была скорость очень такая печальная Теперь касаемо прошивки Обращаю ваше внимание вот на что Очень весомый такой аргумент Купить этот смартфон Именно в нашем магазине Вот почему В заводской прошивке Есть такой баг Небольшой Такое же наблюдалось На первых прошивках Lenovo A850 С памятью проблемы Точнее с работой с картой памяти Карту памяти он распознает в любом случае То есть где бы вы ни купили Она будет распознаваться Но На эту карту памяти Вы ничего не сможете записать Потому что он ее Не будет распознавать Мы Для своих клиентов Каждый телефон Руками Переназначаем память Для этого делается root Устанавливается superuser Explorer Ставится recovery И после этого Мы руками Меняем память Я сделал примерно В таком же духе Видео Как это делается В принципе Можно это тоже будет посмотреть И даже научиться Нашим конкурентам Например Вот у меня сейчас стоит Карта памяти На 16 гигабайт Вот Она у меня Распознается как Память телефона А своя память 1.7 гиг Она у меня Уже идет Третьим планом Вот если без Доделываний наших То доступно Для пользования 1.7 гигабайт Это очень мало И это очень Значительный минус И недоработка В прошивке Записываю я Обзор На момент 0.3 числа Июля Поэтому Прошивок Более новых Которые бы Исправили этот баг Я просто не нахожу Имейте это ввиду Это очень Очень существенно Просто потом Когда купите Где-то этот смартфон Если этого не будет Сделано так как мы Делаем для своих клиентов Вы очень сильно Пожалеете И будет куча проблем И куча разбирательств Как же записывать Как же записывать Эти большие игры Большие приложения Что касательно Звучания Звучание у смартфона Отличное Я проверял И разговорный динамик Звонил на сим-карту И внешний динамик Сейчас вам тоже Продемонстрирую И в наушниках Звучание в принципе Меня порадовало Есть басы Слушать можно Однозначно лучше Чем в многочисленных MTK6592 процессорах Звук довольно таки Громкий В общем по звуку Нареканий у меня Лично нет Касательно экрана Вот один из таких Важных моментов В чем этот смартфон Выигрывает У Lenovo P780 Это экран Здесь IPS матрица Здесь Скорее всего Не OGS стекло Естественно Здесь Gorilla Glass Я имею ввиду По яркости По изображению У Lenovo P780 Изображение Было такого уровня Очень-очень Среднего Посредственного То есть Грубо говоря У Lenovo P780 Единственный Такой Твердый Плюс Это его аккумулятор Здесь экран получше Он поярче Углы обзора Хорошие Единственное Что по диагонали Ну как и большинство Скажем так Не супер дорогих Смартфонов А иногда и даже дорогих На темных Рисунках Картинка Немножко становится Серой Ну Это ничего страшного Это абсолютно не влияет Там Ни на качество изображения Ни на что Экран мне действительно понравился Экран лучше для меня Чем у P780 Касательно Производительности Еще один плюс У THL Это то Что у него процессор На другом графическом Чипе Таким образом Современные игрушки Идут лучше Значительно лучше Чем на Lenovo P780 Там откровенно Игрушки подлагивали Давайте посмотрим Некоторые Из них Продолжение следует... В общем, я считаю по поводу игр, что с играми этот смартфон справляется лучше. Гига оперативной памяти хватает на все задачи. Я запустил две подряд таких серьезных игрушки. Ничего не глючит, в принципе, ничего не выкидывает, не перезагружается. Поэтому здесь все в порядке. Идем к тестам аккумулятора. Очень интересно мне было, смогут ли компания THL, разработчики, производитель, улучшить результаты работы аккумулятора, чем у Lenovo P780. Давайте смотреть, что же у меня получилось по тестам. Сразу хочу сказать, что намучился я с этим смартфоном в плане тестов аккумулятора, потому что он настолько долго заряжается. Ну, не как долго заряжается, а как долго разряжается. И очень, конечно, проблематично. Я, наверное, двое-трое суток потратил просто для того, чтобы прогнать этот аккумулятор по всяческим тестам, которые я обычно делаю. Значит, первое, самое банальное, это Antutu Tester 1346 баллов. Это сумасшедший показатель. У Lenovo P780 был этот показатель в районе 1420. То есть, все-таки, вопреки тому, что здесь 4400 мАч, аккумулятор у Lenovo P780 работает лучше. Далее я тестил этот смартфон в режиме игры. Epic Citadel у меня был запущен. Максимальная яркость, звучание, звук был. Ну, вот время 0.31. Это мне просто пришлось прерывать этот тест, не дожидаться до конца, потому что уже очень хотелось спать. Он проработал 5 часов. И оставалось еще 25%. Это, ну, это шикарный результат для смартфона, для такого большого смартфона с 5-дюймовым экраном. Результат при воспроизведении Full HD видео с максимальной яркостью, со звуком. Я, если честно, очень поражен. 9 часов 30 минут, со 100% до 3%. И обращаю ваше внимание, что на граничных процентах, то есть, на минимальных, там, начиная от 10, идет такой обвал. И это значит, что смартфон буквально вот сразу же разряжается. Это не есть плохо, учитывая общий результат. 9 часов 30 минут. Это, то есть, я его поставил, допустим, в 10 часов утра, включил на нем видео, и он у меня гонял по кругу видео, и я его выключил в 19 вечера, в 19.30. Вдумайтесь, что это за результат. Это полный, практически полный световой день, с утра до вечера можно смотреть фильм на нем. Вот такой вот результат. Какой вывод делаю по аккумулятору? Аккумулятор шикарный, на свои 4400 отрабатывает, но все-таки по аккумулятору этот смартфон проигрывает Lenovo P780. Посмотрим, что нам предложит THL 5000. Посмотрим, что там будет с аккумулятором. GPS здесь встроенный, полноценный. Ловил он у меня первый раз спутники довольно-таки долго. Сейчас покажу вам скрины. Но потом он, в принципе, их словил. Опять же, в режиме квартиры я это все тестил. Ну, первый старт действительно был очень долгий, но, в принципе, он потом словил и начал, в принципе, дальше после этого работать. Поэтому это тоже хорошо, что эта функция просто работает. Камера здесь однозначно лучше. Здесь идет 8 мегапикселей основная матрица и 13 мегапикселей интерполяция. Я делал фотки. Фотки вам выложу, покажу. Видео записывает в формате Full HD. Что хочу сказать про видео. Видео классно записывает, действительно, мне понравилось. Но уж очень сильно увеличивает. Как будто вот я его включаю, и он двойной зум сразу делает. Ну, вот это вот немножко не понравилось. А так, качество... Ну, вот посмотрите, какое качество фото. Я эти все фотки выложу. По камере однозначно плюс. Фронтальная камера меня тоже порадовала. И порадовала меня вспышка. Покажу быстренько фотографию в кромежной темноте, в ванной. Вот такой вот результат. Смартфон действительно получился классный. Цена его ниже, чем у Lenovo P780. Цена приблизительно 200 долларов. Наша цена из наличия в Украине с нашей гарантией, с нашей ответственностью. Lenovo P780 стоит дороже. Затрудняюсь сейчас сказать, но долларов на 20, как минимум, выше цена будет. Если не на 30. Аккумулятор на уровне Lenovo P780, но несколько проигрывает. По всем остальным параметрам, по всем остальным особенностям, я бы сказал, что THL 4400 будет лучше и сильнее, чем Lenovo P780. Он лучше в плане производительности, в плане того, что лучший процессор здесь стоит. Он лучше в плане камеры, он лучше в плане экрана. По корпусу для кого-то, может быть, он будет хуже, что здесь пластик. У Lenovo там есть металлическая задняя крышка. Но для меня, что та модель, что эта, на одном уровне, я не могу выделить, какая мне больше нравится. Вот такой вот смартфон получился. На этом, в принципе, все. Не забываем о прошивке, о том, что мы готовы для своих клиентов доделывать ручками нормальную работу SD-карты. Именно поэтому нужно покупать только у нас. И тогда вы будете довольны своим THL 4400. На этом все. Спасибо за внимание. Смотрим фотографии, подписываемся на канал. Ждем новых обзоров. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok